Добрый день! В жизни любого домашнего или какого-то мастера наступает момент, когда не хватает струбцин. Правда, вот эту я одну такую еще не нашел, где она у меня. Вы видите, уже тисками пришлось зажимать, чтобы по кругу что это такое получится. Это будет отдельный рассказ. Поэтому решил сделать несколько струбцин. Сейчас три штуки еще в процессе работы, потом одна F-образная и две G-образные. И сделал вот такую струбцину из подручных материалов. Это какая-то запчасть, ехал на велосипеде, нашел на дороге, что это такое, я не знаю, какой-то маятник или карамысло. Что это такое? Вот здесь были отверстия. Нарезал резьбу на 10. Почему с двух сторон такая конструкция? Чем интересно. Вообще, я хочу сюда с одной стороны поставить вот такой где-то болтик длины, чтобы можно было вот до сюда. Если здесь, то получается вот столько от края мы можем. А если вот эту точку поднять, то мы можем здесь. Опять же, если нам надо где-то внутри придавить, то получается у нас есть какая-то вот такая хитрая форма. Вот. Немножко он там соосно, это я уже все гнул не соосно, подгибал. О, что ушел, как-то вроде я его подогнул. Вот. Ну, насколько как-то жесткость, конечно, маловато. Небольшим рычагом уже где-то таким сантиметров 50, можно это погнуть. Ну, и часто вот, допустим, здесь склеится, здесь не надо тонны. Или бывает, надо просто там прихватить, чтобы там не сдвинулась одна там, допустим, какой-нибудь фанера, относительно другой. Ну, где там нет нагрузки вот именно. Вот. Для таких целей почему бы и нет. Цена вопроса, ну, взять метчик, правильно, ну, подогнуть немножко что-то. Все. Ну и два болта. И вот длинный, соответственно, то есть вот этот, ну, получается один шляпкой внутрь, как упорный, а другой, то есть можно просверлить отверстие, вставить там какой-то этот рычажок, но я хочу сейчас просто, там будут тоже еще две, также на 10 болтами затягиваться. Я хочу подобрать одинаковые шляпки, соответственно, головка с ключом, можно, ну, и рычаг больше, и удобнее, и затянуть можно сильнее будет, и быстрее, что он с трещоткой. Вот. Поэтому не буду делать вот какие-то специальные там эти, а именно ставлю болтиками. Ну, вот такие вот. Такое вот небольшое, не знаю, лайфхак, не лайфхак, но опять же, если это от машины что-то, вот там, у меня, по-моему, еще одна такого типа штуковина валяется, надо просто порыться в металлоломе. И сделаю еще одну. Вот. А, ну, конечно, хорошо бы сделать вот эту вот, вот такого типа, как оно, чтобы она крутилась. Ну, вот если подкладывать деревяшечки, все равно, если мы работаем, сделаем, то их все равно подкладывать, то, в принципе, нормально и без этого. Вот, может быть, сделаю когда это. Из чего вот эти штучки, они частенько их можно что-то найти подходящее, хотел взять, ну, может, в следующем видео покажу. У меня там есть парочка, где их взять. Вот. Можно выточить на токарном. Благо, он у меня есть. То есть вариантов много. А, ну, здесь, видите, потому что я вот этот буду менять, ну, то есть длиннейший, короче, ну, то есть мне, может, не совсем будет удобно именно такой, чтобы можно... Так, чуть-чуть-чуть. То есть я могу сдвинуть оба. Могу этот сильнее винтить. Ну, вот здесь надо прорезать дальше резьбу, и здесь, так же, как и здесь. Ну, вот такая. Ну, немножко не сооружена. Ну, вот здесь вот она у меня, в принципе, тоже. Вот. Так что. Ну, вот и придумал интересный вариантик F-образный, на мой взгляд. Я не знаю, может, у кого-то он есть такой. Но, там, получается, без стакарки обойтись, без... Ну, сверлить там надо будет сверлить. На сверлильном я буду, ну, там... Ну, там можно просверлить и дрелью. Дрель, получается, напильник. Ну, ручку там делайте. Хотя, ручку тоже делать не буду, там, если задумка. Чтобы упростить. Вот. Ну, это, как говорится, анонс такой. На будущее. Благодарю за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...